приветствуем вас дорогие наши братья и сестры на библейском портале экзегет и сегодня мы вместе с вами вспоминаем святого первомученика архидиакона стефана он действительно первый мученик такая вот святая чистая душа незапятнанной мирскими грехами и он всецело посвятил себя господу и свою веру засвидетельствовал свою кровью и вот церковь она утверждается на крови мучеников это такое прочное основание то есть не какие-то там двуличные малодушные боязливые в основании церкви не корыстолюбивые не те которые ищут карьеру а именно подлинные христиане которые откликнулись на божию любовь своей любовью и которые свою верность христу засвидетельствовали своей крови то есть вот господь за нас пролил свою кровь да а мы призываемся на самом деле каждый христианин вот как святой игнатий богоносец об этом говорил что как христос пострадал за нас пострадал на кресте да и потом воскрес победив смерть вот так и мы если мы хотим быть общниками воскресения христовый мы должны в своей жизни тоже понести терпеливо свою меру страданий да вот во имя христова и понести чтобы быть общниками чтобы вместе со христом воскреснуть к вечной жизни вот среди исповедников веры среди мучеников на первом месте именно святой стефан архидиакон первомученик и кстати его имя вспоминается каждый раз на диаконской хиротонии но это вот в тайных молитвах когда епископ возложив руки на главу посвящаемого во диаконство он произносит тайные молитвы то он именно упоминает там две молитвы и в обеих молитвах он упоминает имя святого первомученика архидиакона стефана и просит чтобы господь вот ту же самую благодать подал и ныне поставляемому диакону епископ говорит что и подождь ему благодать и уже даровалась и первомученику твоему стефану то есть церкви вот есть некое такое преемство и всегда когда диаконы поставляется вспоминается именно первомученик архидиакон стефан но вот если мы посмотрим на самом деле исторически очень немного сохранила сведений с одной стороны вроде вообще ничего да а с другой стороны на самом деле не так уж и мало потому что о нем сказано в священном писании о нем сказано в книге деяний его исповедание вера да как и в начало избрания там проповедь исповедание веры и потом мученическая смерть а как это сохранилось а ведь при этом присутствовал савл будущий апостол павел он видел как принимал мученическую кончину и с каким духом с каким мужеством и твердостью сердце воспринимал это первомученик стефан и это произвело огромное впечатление на будущего апостола павла вот как говорит об этом блаженный августин что если бы не было исповедание стефана да и такой вот кроткой молитва о врагах то не было бы обращение савла и не стал бы не было бы апостола павла но у бога в его промысле чудным образом все соединяется и вот павел апостол он это воспоминание стефани пронес через всю свою жизнь и он об этом рассказывал своему ученику луке и лука это тот самый евангелист лука он описал не только значит записал благовестия господа нашего иисуса христа но также и деяния святых апостолов и вот там он со слов апостола павла ну еще и других он тоже спрашивал лука он повествует в том числе и об архидиаконе первомученике стефане это вот сразу скажем 6 и 7 глава причем когда вот мы открываем священное писание ну у нас оно уже открыто то мы видим что избрание стефана вот когда он появляется на странице священных писаний здесь на самом деле совершенно такая вот бытовая ситуация и она даже не очень такая вот благоприятная и с не очень хорошей стороны характеризующая может быть первых христиан потому что возник ропот возникло некоторое недовольство а представьте ведь это же самые первые христиане да еще все живут такой радостью о христе и изобилие благодатных даров и все равно все равно значит появляется у кого-то ропот какое-то вот недовольство это значит что никогда на земле мы не сможем построить рай потому что всегда будет кто-то ущемленный кто-то вот недовольный то есть такое человеческое несовершенство оно проходит через всю нашу историю и вот мы видим что читаем в эти дни когда умножились ученики произошел у эллинистов ропот вот мы говорим про ропот ропот на евреев за то что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребности о чем идет речь речь идет о том что вот значит приходило очень много новых христиан которые принимали веру христову таинство крещения да и вот они чадо церкви и среди них много неимущих а были социально незащищенные группы населения как и сейчас так и в те времена а а государство никакой пенсии не платила значит никаких социальных пособий когда вот эти вот особенно вдовы да особенно вдовы страдали потому что к женщинам отношение было свысока и если умирал муж что заработать было крайне трудно их не особо то принимали если принимали на работу то платили очень мало и вот апостолы они жертвовали вот этим неимущим бедным христианкам ну также там и сиротам да и калекам и всем кто вот в этом нуждался и когда пришло очень много учеников то стали не справляться и возник ропот что вот кто-то он как бы пренебрегаем или они считали что они пренебрегаются и сказано что робот он произошел у или не ста вот на евреев кто такие или не сты или не сты это в данном случае не или на греки а это те иудеи которые жили в диаспорах на территории где присутствовала греческая эллинская культура ну там скажем малая азия ну в принципе сирийские места тоже можно сказать что это тоже было влияние греческой культуры там и в том числе это североафриканские места вокруг средиземного моря общераспространенный был греческий язык и вот иудеи которые жили в рассеянии в разных этих местах своих диаспорах они невольно начинали воспринимать греческую культуру и забывали уже родной язык и когда они приезжали в иерусалим у них были свои даже вот синагоги где собирались вот такие вот эллинисты а иудеи смотрели на них свысока что вот вроде те вот растеряли чистоту как бы да ну по крайней мере чистоту своих традиций и вот из эллинистов тоже многие обращались к вере христовы и вот когда они принимают пропитание то им показалось что их значит обслуживают в последнюю очередь а апостолам то надо было проповедовать апостолы не могли отвлечься от своего служения и поэтому они предлагают значит вот мы читаем тогда 12 апостолов созвав множество учеников сказали не хорошо нам оставив слово божие пищись о столах и так братья выберите из среды себя семь человек изведанных исполненных святого духа и мудрости их поставим на эту службу а мы постоянно пребудем в молитве и служение слова и угодно было это предложение всему собранию то есть апостола предлагает что вот вы сами тогда выберите из среды себя тех кому вы доверяете то есть людей благочестивых значит с чистым сердцем те которые уже пользуются общим уважением и те которые в своей жизни явно значит свидетельствует что они причастны благодати святого духа и тогда вот перво христианская церковь она выбирает первых семь диаконов и вот мы читаем и избрали стефана вот именно стефан он первый поставляется среди деканов вот этих упоминается первым и поэтому еще называется он архидиакон то есть 1 диакон ибо действительно первенство значит избрали стефана мужа исполненного веры и духа святого и филиппа и прохора и никонора и тимона и пармена и николай антиохийца обращенного из язычников их поставили перед апостолами и сии помолившись возложили на них руки вот это братья и сестры возложили на них руки это и есть как раз хиротония посвящение собственно хиротония переводится как возложение рук при котором вот с молитвам да а с таким тайно совершительным обращением к богу на посвящаемого низводится благодать святого духа не мощная врачующая до оскудивающие восполняющие и она поставляет священнослужителя как бы вот рождает для нового церковного служения и стефан вот один из этих семи диаконов причем все их имена это греческие имена поскольку ропот произошел значит вот от эллинистов то пожалуйста пусть вот отвечают те кто из вашей среды и возможно возможно вот мы не имеем точно таких сведений но стефан он тоже происходил возможно и среды эллинистов и он знал греческую культуру да и знал тех кто иудеев которые жили среди эллинов и поэтому вот он и другие поставляются что уж они точно никого не обидят никем не будут пренебрегать и вот братья сестры мало кто знает что в первые века вообще вот диаконы именно они занимались социальным служением именно они заведовали распределением милостыни вот пожертвований а изыскивали нуждающихся неимущих распределяли посещали их спрашивали как вот значит проходит вот жизнь то есть они проявляли именно милосердие стараясь утолить вот те нужды которые испытывали неимущие люди конечно уже вот в начале 2 века там святой нате богоносец он пишет про диаконов что значит диакона они не служители яств и пяти но слуги церкви божии служители тайн христовых они уже не просто значит заботиться они имущих они помогают священа и священникам и епископам при богослужении в совершении богослужения и сейчас ныне диакон значит в чем его функция он в том числе украшает богослужение вот это нужно точно признать потому что богослужение наше имеет в том числе и эстетическую сторону красота как отражение красоты райского божьего мира и диакон он призван своим служением украшать службу божию а в то время стефан стефан архидиакон вот мы видим что он был еще и удивительным проповедником оказывается он не просто вот раздавал там пищу неимущим заботился о вдовах о сиротах а он еще и очень искусно проповедовал и пред нами предстает такой вот удивительный молодой человек который образован одарен у которого ум его очень ясно мыслит прозревает духовные истины и он этим делится с окружающими он свою проповедь обращает ко всем и вот так же буквально в той же главе книги деяний мы читаем и слово божие росло и число учеников весьма умножалось в иерусалиме и священников очень многие покорились вере но в данном случае священники имеется ввиду иудейские священнослужители которые были очень неудобо преклонны и неудобо склоняемы к принятию христианской веры однако тут мы видим что и они начинают принимать веру христову а почему так потому что такие вот как стефан они очень искусно умело с божественной силой проповедует и читаем и стефан исполненный веры и силы совершал великие чудеса и знамения в народе то есть господь даже вот наделил его особым даром чудотворения он был одним из первых святых подлинных чудотворцев наряду со святыми апостолами так что по его молитве совершались действительно какие-то чудеса исцеления поэтому перед нами действительно вот некая драгоценная жемчужина апостольского века и вот относительно его проповеди что мы знаем что у него начались столкновения с представителями иудаизма он исповедовал христа проповедовал и соответственно возникает реакция со стороны иудеев которые не принимали господа и читаем и что некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киринейцев и александрийцев и некоторые из килики и оси вступили в спор со стефан тут конечно перед нами как бы немножко непонятные наименования кто такие либертинцы либертинцы вот от римского от латинского либертини это буквально вольно отпущенники это значит вот те иудеи которые некогда еще 60-е года до рождества христова когда помпей захватил иерусалим святую землю и некоторые иудеи были как пленники увезены в рим вот они жили в риме были в рабстве находились и вот рождались у них их дети они старались сохранять значит обычаи веру свою да и потом уже в первом веке они получают свободу вот они либертинцы они вольно отпущенники они получили свободу от рабства но иудеи к ним тоже относились знаете вот немножко так вот с высока вы не совсем вот наши и поэтому либертинцы в иерусалиме имели свою отдельную синагогу и вообще вот мало кто про это знает у разных диаспор иудейских тому скажем у александрийцев вот у тех же киринейцев упомянутый киринея одна из северных областей африки тоже рядом с александрии вот у них у всех были свои синагоги в иерусалиме у каждой диаспора своя синагога и вообще в иерусалиме к тому времени было около 500 синагог представляете да и у каждой как бы свой такой вот значит круг сложившиеся общение да тут же упоминаются там и скилики и оси это уже из малой азии вот но александрийцы которые упоминаются ведь в александрии иудейская диаспора она отличалась особой ученостью и когда они восприняли там эллинскую культуру то они восприняли и философию и вот среди и александрийских иудеев очень возрастала именно вот философия там был филон александрийский до него там еще учитель арестовул там и в общем это были люди очень высоко подкованы в знание и вот именно они вступают в спор со стефаном в таком столкновении мировоззрений и дальше мы читаем но не могли противостоять мудрости и духу которым он говорил потому что стефан был движен духом святым вот как господь обещал что вы даже заранее не пытайтесь вы значит предполагать что вы будете говорить потому что вот я дам вам уста и премудрость которая невозмогут противиться и вот дух святой дает ему силу говорить настолько ясно четко и убедительно что представители всех этих синагог и даже ученые александрийцы уступают и не могут ему противостоять он движен духом святым и мудростью сказано а в мудрости это что мудрость это гармония знания и благочестия это гармония чистого сердца и ясного ума когда христианин он старается вести чистую целомудренную жизнь очищать самый помысл свой хранить чистым свое сердце но в то же время старается развиваться и в плане вот рассудка он что-то узнает читает изучает и когда вот знание и благочестие приходит в полную гармонию то это и называется подлинной мудростью а как на мудрости фана реагирует народ а реагируют все по-разному некоторые обращаются и даже иудейские священники которые становятся искренними христианами а другие нет другие озлобляются потому что злые люди они все по-своему перетолковывают и смотрят не по-доброму и злые люди могут даже самые добрые твои слова истолковать переначать по-своему и вот о них то мы читаем тогда научили они некоторых сказать мы слышали как он то есть стефан говорил хульные слова на моисей и на бога и возбудили народ и старейшин и книжников и напав схватили его и повели в синедрион то есть вот вот эта злоба она клокочет она как вы знаете в устье вулкана вот готовы извергнуться наружу и они привлекают лжи свидетелей и значит ведут стефана судилище и представили ложных свидетелей которые говорили этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие имеется ввиду храм храм соломонов и на закон ибо мы слышали как он говорил что иисус на заре разрушит место сие и переменит обычаи которые передал на моисей вот братья сестры здесь на самом деле идет такое вот перетолкование на самом деле стефан он естественно никого не призывал разрушать храм да или там какие-то революционные перевороты устраивать стефан свидетельствовал о христе а христос действительно предсказывал что храм иерусалимский будет разрушен и ведь это же действительно исполнилось вот помните когда ученики вместе со христом когда вот они шли по иерусалиму и восхищенно говорили господи смотри какие камни и какие здания а господь им сказал что вот видите эти камни и здания все это будет разрушено ничего не останется а почему потому что они не приняли обетованного мессию и поэтому оставляется вам дом ваш пуст и спаситель про это говорил то что он провидел и это впоследствии исполнилось ибо благодать божия покидает иудеев которые отвергли христа но сейчас пока храм еще стоит конечно фанатично настроенные иудеи это не понимают и вот они обвиняют стефана они приводят его в судилище в синедрион и дальше мы читаем и все сидящие в синедрионе смотря на него видели лицо его как лицо ангела и вот такой вот яркий контраст что вот эти горят от злобы да то есть злобы перекашивает их лицо все самые такие вот какие-то неприятные эмоции выражаются в их облике а стефан спокоен стефан стоит умиротворенный он смиренно и кротко смотрит на них и все кто сидят здесь видит лицо его как лицо ангела а ангелы божии они пребывают во свете божьем то есть ангелы как вторые светы они отражают себе свет неприступный свет при святой троице и вот люди которые по жизни своей уподобляются ангелам они тоже начинают вот как бы сиять этим нетварным светом и свет христов он просвещает их и приносит подлинную красоту потому что истинная красота есть причастность человека благодати святого духа не какая-то вот третворная соблазнительная красота которая пробуждает какие-то грубые страсти да но потом она проявляет себя неизбежно неизбежно проявляет себя в каком-то вот внутреннем своем безобразие отвратительности колкости страсти человеческих а вот подлинная красота это именно сияние благодати святого духа вот как говорил преподобный силуан афонский благодать божия она украшает даже некрасивые лица тогда как грехи уродуют и от природы милые лица то есть если ты наделен от природы красотой но погрязнешь в страстях человеческих то это приведет тебя как окончательного безобразия а если ты идешь по пути чистоты христовые до по пути приобщения святому духу то это украсит тебя такой красотой перед которой будут восхищаться даже вот люди со стороны и вот такой красотой сиял первомученик архидиакон стефан и те кто значит находились они не понимали почему он такой спокойный умиротворенный смиренный но их собственная злоба распирала их изнутри и вот начинается суд и первосвященник требует от стефана ответа вот так ли это вот что тебя обвиняют и действительно в этом виноват и в ответ стефан произносит речь в которой он вкратце вот так вот описывает всю историю богоизбранного народа он напоминает что господь бог призвал авраама еще до переселения его в хоран и призвал его выйти из земли отца его и смысл здесь таков что когда бог зовет тебя нужно непременно последовать оставить все даже сложившиеся обычаи вот для иудеев их обычаи они имели ключевое значение но авраам когда бог призвал он оставил все и пошел он пришел в землю ханаанскую которая была обитована но бог не дал ему там ни пяди земли потому что земля была обитована для будущего то есть есть нечто что обитовано в будущем а что в будущем было обитовано не обрезание обрезание имело временное значение обитован был спаситель мира христос который должен был родиться из потомков авраама и вот стефан он пересказывает вот по вехам по основным вехам историю богоизбранного народа он упоминает моисея который избран был тоже господа богом а через кого промысел божий-то проявил себя через дочь фараона через дочь фараона которая спасла младенца моисея да благодаря этому на счет вырос воспитался и потом он идет пытается вот спасти свой народ а люди его отвергают и он вынужден был бежать то есть народ богоизбранный часто отвергал своих же собственных пророков и вот моисей когда вторично уже будучи послан богом приходит и выводит народ опять-таки народ постоянно ропщет постоянно сопротивляется постоянно значит негодует на моисея а моисей говорил что господь бог в будущем вам другого пророка пророка с большой буквы даст и его слушайте слушайте его во всем это было его предсказание о грядущем христе а люди как не слушали моисея так не слушали и иисуса христа они уповали на храм в том смысле что как бы вот на само здание что вот если они находятся и у них вот есть это здание единственное в мире действительно был единственный в мире храм божий и вроде как бы они за счет этого спасаются но ведь весь смысл этого храма и жертв которые приносились это же все символизировало господа иисуса христа его крестных жертв и соответственно нужно было принять самого господа и вообще говорит стефан он цитирует а пророков тоже что всевышний не в рукотворенных храмах живет потому что изначально господь призывает человека самому быть храмом духа святаго чтобы и в нашем уме и в нашем сердце обитала благодать поэтому нельзя осквернять тела до какими-то неприличными грехами потому что тела ваши это храм духа святаго и кто расслит храм того покарает бог это конечно же апостол павел говорил но мысль это присутствовала и тогда и вот стефан он проповедует именно это ведь собственно храмы нужны чтобы сам человек стал храмом обителю благодати божией и дальше стефан он переходит в каком-то смысле вот в наступлении да но он понимает прекрасно что суд организован не для того чтобы его оправдать и поэтому он напрямую правдиво говорит обращаясь к этим иудеем жестоковы иные люди с необрезанным сердцем и ушами вы всегда противитесь духу святому как отцы ваши так и вы и вот он говорит что вы значит ваши отцы гнали пророков да а вы гоните иисуса христа которого предвещали пророки как же реагирует на это иудеи слушая сие они рвались сердцами своими искрежетали на него зубами то есть с одной стороны стефан который исполнен благодати святого духа лицо которого как лицо ангела сияет и с другой стороны вот это вот безобразие греха отражающихся в жутких гримасах и когда вот это противостояние достигает своего рода такого пика то тут стефану дается утешительное благодатное видение стефан же будучи исполнен духа святого возрев на небо увидел славу божию и иисуса стоящего одесную бога и сказал вот я вижу небеса отверстие и сына человеческого стоящего одесную бога стефан созерцает христа потому что исповедует его то есть созерцание дается за твердое исповедание веры конечно кто-то скажет вот если бы мне явился с неба христос то я вот тоже бы значит поверил а ты имей душу такую же чистую как стефан и имей такую же вот твердую веру как стефан и тогда это будет уже совсем иное дело и ведь стефан же сейчас ожидает смерть но господь ему показывает что на самом деле то смерти нет потому что небо открыто и душа стефана будет принято прямо туда и вот стефан открыто говорит что я вижу сына человеческого одесную бога а для иудеев имя сына человеческого это было знаковое имя потому что это было наименование миссии христа еще из пророчеств даниила где было указано что вот подобный сыну человеческому он значит подводится и становится вот рядом с богом отцом с ветхим деньми поэтому конечно иудеи прекрасно понимали о ком идет речь а раз христос сын человеческий он уже на небесах вот по свидетельству стефана значит ждать больше некого иудеи миссии уже пришел и теперь они ждут еще кого-то совершенно напрасно и вот тут вот наступает кульминация вот этого столкновения и ярость иудеев невзлюбивших стефана за его открытые слова она прорывается наружу читаем они закричав громким голосом затыкали уши свои и единодушно устремились на него вот как бесноватые начинают кричать выступление будучи не в состоянии совладать собой когда они соприкасаются со святыню также и вот эти вот фанатично настроены иудеи когда вот стефан свидетельствует о христе одесную бога отца они словно бесноватые с криком кинулись на него и быстро повели за город вообще это было нарушение закона потому что на смертную казнь нужно было испрашивать санкции римской власти иудеи не имели права казнить сами нужно было оповестить римского прокуратора но ситуация выходила из-под контроля то есть вершился сама суд и никто не оповестил римскую власть и вот стефан уже за городом по преданию это место сохранилось сейчас на этом месте стоит храм посвященность стефану этот между иерусалимом и илеонской горой в книге деяний мы читаем и выведи за город стали побивать его камнями побиение камнями это вот одна из таких иудейских казней того времени и для этого требовалось в начале человека вообще его ну сбрасывали ли там вот не сводили в какое-то низкое такое место яму допустим и туда уже сверху вниз бросали на него тяжелые камни а чтобы было легче бросать для этого скидывали свои одежды но при этом боялись как бы кто-то их одежду не украл то есть своим даже не доверяли и тут вдруг видит какой-то там юноша значит вот пойди сюда значит сторожи наша одежда это был савл будущий апостол павел читаем свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем савла и побивали камнями стефана вот свидетели имеется ввиду что первыми камни должны были бросить те кто свидетельствовал против стефаны вот эти лжесвидетели фактически они первые бросили свои преступные камни савл просто смотрит а стефан кротко молится и говорит господи иисусе прими дух мой и преклонив колени воскликнул громким голосом господи не вменим греха сего то есть вот когда летят в него камни он испытывает эти удары и кровь течет да а сам значит вот смотрит со стороны те с перекошенными лицами кидают камни а стефан он молится господа и говорит господи ты прости им не вменим греха сего вот как сам спаситель принимая крестные страдания говорил отче прости им ибо не ведают что творят вот стефан он духа христова он точно также принимает эти страдания еще обращается что господи иисусе прими дух мой и мы видели что небеса то открыты и спаситель он и ждет душу стефана и в этом смысле смерти нет ибо стефан переходит господу иисусу христу а его молитва молитва о прощении врагов она как вот зернышко в том числе сеется в душу савла и потихонечку это зернышко произрастет в колос и принесет свой плод и чуть погодя савлу тоже явится с неба сам господь иисус христос но правда от сияние света савл ослепнет он не был еще способен воспринять этот цвет если стефан ясно зрит ибо душа его подобно ангелу и лицо его как у ангела то савл еще не был на тот момент способен воспринять свет христов но он уже переродится он воскреснет для новой жизни и прозреет прозреет и телесно и духовно а началом для этого является мученическое исповедание стефана именно его кроткая смиренная молитва стала основой для будущего преображения души савла и потому-то савл стал апостолом павлом вот так вот дивным каким-то парадоксальным образом это конечно же божественное действие промысла божия там где казалось поражение там где казалось погибель вдруг высияла духовная победа и там где казалось смерть вдруг восторжествовала жизнь ибо проповедь о христе лишь усилилась а савл станет апостолом павлом что же касается стефана то вот после этой чистой кроткой молитвы он почил он покинул земной мир и в книге деяний мы лишь читаем что стефаны погребли мужа благоговейны но дальше вот из предания мы узнаем некоторые весьма удивительные вещи и это даже не предание а сохранившийся исторический документ от 415 года который написал священник лукиан палестинский вот пресвитер лукиан который жил не так далеко от иерусалима и вот этот лукиан написал произведение под названием послание ко всем церквам о обретении мощей первомученика стефана это произведение получила огромное распространение и там рассказывается что оказывается самому пресвитеру лукиану как-то вот ночью было видение ему явился благообразный муж с длинной бородой светоносный и говорит передай иерусалимскому архиепископу и она почему вы позволяете нашим мощам пребывать в неведении попираемым ногами неверных а лукиан не понимает это вот кто к нему обращается и спрашивает а кто же ты и вдруг он отвечает что я гамалиил учитель и воспитатель апостола павла вот тот самый гамалиил который упоминается в книге деяний который дал совет значит там учителям иудейским что вы вот не выступаете против христиан потому что если это дело от бога то она останется вот а если не от бога она само собой разрушится и вы берегитесь чтобы не стать богоборцами и на самом деле вот этот вот гамалиил он очень сочувствовал христианам и в конце концов он принял таинство крещения и вот он является причем трижды было такое явление потому что пресвитер лукиан не доверял каким-то вот ну всходу каким-то там явлением видением доверять нельзя и трижды ему являлся и он пересказал вот эту историю что оказывается когда убит был первомучник стефан то тело его лежало значит вот этот день потом следующую ночь потом еще день и только на вторую ночь вот удалось его забрать ну понятно почему потому что конечно же иудеи смотрели сторожили чтобы никто начни подошел не не похитил и они хотели чтобы просто вот дикие звери растерзали тело убитого мученика но на вторую ночь гамалиил послал своих людей которые смогли забрать тело архидиакона стефана и вот гамалиил похоронил его в своей родовой гробнице и кстати впоследствии там же он похоронил никодима вот этого тайного ученика христа до никодима из фарисеев который участвовал в погребении господа и там же он своего сына а вива похоронил который прожил всего лишь 20 лет и тоже очень сочувствовал христианам и вот гамалиил рассказал про место погребения стефан и рассказал как это место найти но прежде всего конечно пресвитер лукьян он сообщил об этом архиепископу иерусалимскому и она этот благословила отыскивать и в общем там была череда таких вот поисков и были еще некоторые откровения когда ему указано было конкретное место и затем действительно смогли найти вот очень такой узкий вход в эту гробницу по сверху уже ничего не было значит там все землей засыпано но когда раскопали нашли узкий вход в гробницу смогли обнаружить там захоронение потом приехал сам архиепископ иоанн святитель иоанн иерусалимский а ему было сказано так что вот именно в святительство архиепископа иоанна должны быть обретены эти мощи и гамалиил говорил что ведь я не ради себя прошу а ради вот святых которые похоронены рядом со мной но имелся ввиду первомученик стефан этот вот тайный ученик христов никодим архиепископ иоанн велел расширить проход в эту гробницу и там смогли обнаружить захоронение и когда обрели мощь первомученика стефана то вот описывает пресвитер лукьян что воздух тут же наполнился благоухание вот как будто люди в раю оказались настолько вот благодать божия через благоухание явно проявила себя и тут же начались исцеление самых разных больных именно благодаря мощам открытым мощам первомученика стефан и даже подсчитали оказалось семьдесят три исцеленных человека и после этого мощи первомученика стефана пребывали в иерусалиме там значит строились храмы вода а потом его мощи перевезли в константинополе уже почитание она распространяется еще больше и частицы мощей они начинают рассылаться по всему миру и со временем они в самых разных частях мира оказались и вот у нас святотроицкой сергиевой лавре серапионовой палате представляете у нас хранится десница то есть правая рука первомученика архидиакона стефана вот представляете та самая правая рука который он раздавал вот этот подаяние неимущим заботился о вдовах а сиротах та самая правая рука который простиралась к небу во время его молитвы вот она прибывает у нас святотроицкой сергиевой лавре и все кто посещает серпионову палату они могут приложиться к деснице первомученика стефана но мощи его конечно же частицы его мощей пребывает и во многих других храмах а саму своей душой пребывает на небесах где он созерцает свет христовой славы где он видит и нас и молится нас и ходатайствует о нас первомученик стефан он покровитель всех диаконов да он покровитель всех кто занимается социальной службы есть вот такое служение церкви социальная забота о неимущих а страждущих да и вообще всех кто подает вот от самого сердца да вот искренне проявляет какой-то вот милостыни проявляет милосердие к страждущим людям их всех вот значит они ходатайствует первомученик стефан и он их тоже покровитель он также покровители всех проповедников потому что он сам был смелый отважный и умудренный от бога проповедник да и конечно же прежде всего он исповедник веры христова он первомученик и он покровитель всех кто не видно стражде то претерпевает гонения от врагов веры христовой и его собственный пример говорит о том, что если ты претерпеваешь вот такие гонения, если хотят тебе причинить ущерб, то знай, что и тебе тоже небеса отверсты, и Господь с небес тоже взирает на тебя и готов благословить тебя и принять тебя в вечные обители. А наша задача молиться о злодеях, как вот первомученик Стефан, они горели злобой, а он с любовью и добротой молился о них. Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят. И молился, Господи, приими мою душу. Вот дай, Господь, всем нам иметь такую же доброту в сердце, такое же прощение, любовь к Богу и ближним, какой имел первомученик Стефан. Ну и, конечно же, иметь такую, хотя бы в малой степени твердость веры, исповедание Христова, ибо именно это и отличает подлинного христианина. Итак, братья и сестры, от самого сердца помолимся святому угоднику, святые первомученищи и архидиаконе Стефане, моли Бога о нас. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.